Всем привет, ребята! С нами в гостях сегодня Назар. Он студент третьего курса факультета космических исследований МГУ. И мы с вами, в общем-то, в МГУ и находимся. И мы собираемся поговорить про этот новый, относительно новый факультет в МГУ. И Назар расскажет, чем же он там, скажем, отличается от физфака или мехмата, что там изучают, куда потом идут работать, и что это за зверь такой. В общем, он собирается поделиться с нами своим опытом обучения здесь. Если вам интересно, то давайте смотреть. Ну что, Назар, давай начнем разговор с того, что ты расскажешь нам, откуда у тебя появился интерес к математике, космическим исследованиям, и как у тебя вообще в школе происходили дела по этим предметам. Я из Москвы сам. Школа у меня была абсолютно обычная. Разве что было небольшое разделение после девятого класса на несколько уровней. То есть там, естественно, не уровней, а направлений. Естественно, научное направление, гуманитарное и техническое. Еще было такое направление универсальное. Это где преподавались как бы все предметы. И, соответственно, я вот пошел в этот универсальный класс, и, наверное, с класса восьмого, еще вот до разделения на все эти классы, услышал об МГУ и о мехмате. В основном из ютуба смотрел всякие видосики и на вас натыкался тоже. И мне понравился один момент, когда рассказывали то, что на мехмате там задают по 100 задач, интегралов типа решать. Ну это мало кому нравилось из тех, кому их реально задавали. Ну да, вот. И мне как-то эта идея понравилась. Я очень сильно замотивировался попробовать туда поступить. С класса восьмого мечтал туда попасть, готовился на различных курсах, ходил на олимпиадные кружки, которые там предлагались в школах. Подожди, это ты готовился к ДВИ или для чего? Или просто чтобы ЕГЭ хорошо сдать? И залететь, возможно, по олимпиаде. Ага. Вот. Но с олимпиадным движением у меня никак не вышло. Я много пытался, у меня друзья олимпиадники. Не вышло. А какие ты пробовал сдавать олимпиады? Пробовал ПВГ, Покори Воробьевы горы, Ломоносов, МФТИшной олимпиадов из тех, ОММО, вроде как-то так она называется. Московская олимпиада. Да. Вот. Ну и все раз пробовал, ну понятно, там все раз для него долезть было совсем тяжело. Я вот в основном попадал, проходил все отборочные этапы, там что на ПВГ, что на Ломоносове, и попадал уже на финальный тур. Там в основном решал одну-две задачи и на этом заканчивался. Ну а чтобы там залутать диплом, нужно было, не знаю, 3-4 где-то решить. То есть изначально ты на Мехмат ориентировался? Да, я очень хотел сильно на Мехмат и даже как бы был готов поступить туда в любой из форм. Если мне не хватит баллов, то поступить туда на контракт. То есть у меня была одна только цель поступить на Мехмат. Ну так некоторые делают, и тем более, что если ты хорошо учишься, можно уже там на второй курс перевестись на бюджет с платки. И у меня такие были однокурсники даже. Вот, да, и соответственно, как бы я очень сильно хотел, и все свое время как бы подготовки только ориентировался на Мехмат. Когда уже близилось время поступления, я увидел в июне, в конце июня объявление о том, что есть такой как бы факультет, как факультет космических исследований. И я что-то прочитал и сказал об этом маме. Маме моей эта идея очень сильно понравилась, и она меня начала убеждать, что типа иди попробуй, давай сходим там на встречу с деканом, послушаем. Мы сходили, нам рассказали о том, что как бы наш факультет это по факту смесь Мехмата, физфака и ВМК. Вот, это была как бы такая смесь, и соответственно, понравилась идея о том, что в равной пропорции будут преподаваться как бы и информатика, и, ну, точнее, программирование, там, серьезная какая-то физика и много математики, и я подумал, блин, прикольно. А подожди, у тебя был какой-то интерес к космосу? Или из каких соображений ты вдруг подумал, а вот лучше бы кол космических исследований, а не Мехмат? Вот, первое, что сыграло ключевую роль, я в период своего взросления смотрел много всяких ученых, точнее, истории ученых про, там, космическую отрасль. Например, там смотрел про Стивена Хокинга, астрофизика, и мне как бы даже в какие-то моменты я там смотрел, а что есть связанное с астрономией, там, в МГУ. И на тот момент, когда я еще смотрел, не было ФКИ, был ГАИШ. Я думал, блин, может пойти в ГАИШ, потом я посмотрел, что там проходные большие, и там очень мало народу, и как-то эту идею быстро отодвинул. Ну, это ближе к физическому факультету. Это было, это ГАИШ, это часть физического факультета, и, соответственно, надо было поступать на физфак, сдавать ДВИ по физике, и, в общем, совсем другая опера. Извини, сейчас вклинюсь, просто когда я сам учился, я учился на МИХМАТе, на направлении механики, на кафедре аэромеханики, и у нас вот были профессора, которые занимались астрофизикой, и мой диплом был и курсовый, и про астрофизику. И я вот в этот самый ГАИШ ходил, там статьи читал, потому что у меня был диплом про солнечный ветер, вот, и, в общем, ну, как бы я немножко этого касался, находясь на МИХМАТе. Ну, хорошо. Так, то есть, у тебя всё-таки был какой-то такой заранее предрасположенный план, или, то есть, тебе нравилось вот это направление? Просто, просто нравилось, как бы, изучать космос, изучать астрофизику, всякие закономерности выводить космические, и, в общем, всё, что вот такое. Очень, короче, к науке, ну, да так, верх науки, так сказать, основная эта наука, она в другом заключается, космическая. Но вот мне вот эта верхушка понравилась, я думал, блин, наверное, было бы прикольно. Но от МИХМАТа всё равно не отказывался, и всё равно метил в МИХМАТ, и дальше вот узнал о вот этом факультете, где сразу несколько направлений. Меня смущало только одно, то, что, как бы, много программирования, а я его не очень, так сказать, люблю. Потому что всё-таки на МИХМАТе его не так много, и меня это тоже подкупало. Самый последний момент уже, как бы, там, до закрытия, в общем, подачи всех документов, мы сходили с мамой на МИХМАТ, и там была ужасная приёмка. Сделали какие-то странные ребята. Ну, в основном студенты там задействованы. Ну, да, 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 там были задействованы студенты, как бы, ни на один вопрос не могли нормально ответить. Делительную заметку, что надо исправлять. Спросили у ответственного за учебную часть МИХМАТа, а вот если мы, как бы, не поступим, можно ли к вам на контракт? И нам сказали так. МИХМАТ и так сам по себе самодостаточен, как бы, нам на контрактников, в общем, всё равно, и делайте, что хотите. То есть, ну, как бы, вот разговор был примерно в такой опере, и это было на собрании, как бы, с тоже другими родителями и абитуриентами. И, в общем, впечатление было какое-то дико мрачное после такой встречи, то, что... Как бы не очень заинтересованы в тебе. Ну, вообще, то есть, как бы, никак не были заинтересованы, ни на один вопрос внятно ответить не могли. И сразу же в этот день пошли на факультет космических исследований, а там у нас, нас встретил замдекана. С пирогами, с хлебом, солью. Нет, не с пирогами, с хлебом, солью, а вот, собственно, замдекан, это Савчук Артём Маркович, он встретил нас, всё рассказал, мы с удовольствием вас ждём, набор у нас небольшой, изучаем... Там 25 человек на бюджет набирают. Да, всего 25 человек, и вроде бы на тот момент 5 контрактных мест, потом их по запросу... Сейчас пишут 15. Да, их по запросу говорили, то, что могут расширять до, там, 10-15. Всё рассказали, максимально быстро приняли документы, объяснили, какие будут дисциплины, где потом можно условно пойти поработать, что напишут в дипломе. А в дипломе нам напишут то, что мы специалисты по фундаментальной математике и механике. И сказали то, что в целом с этим набором вы можете пойти как в Роскосмос работать, так и в, там, банк. Вот смотри, ваш год проходной был 336. Ты помнишь свои ЕГЭ? Ну, или, может, хотя бы каким-то предметом, если полную цифру не помнишь. Я помню, что у меня было по математике за ЕГЭ 80 баллов, по русскому, физике, не вспомню. Ну, у меня были очень средние баллы, я проходил, там, по всем этим нижним только границам. Я проходил по нижним границам, но на бюджет не прошёл. Меня взяли на контрактную форму обучения. Изначально, как бы, мне казалось то, что это как-то стыдно, ну, потому что МГУ вроде такая, как бы, альма-матер, там, лучший вуз в стране и такая форма обучения. Но, на самом деле, я проходил в многие вузы на бюджет, то есть я в мои проходил на аэрокосмический факультет на бюджет, в МИФИ на бюджет. И, соответственно, передумал, потому что, ну, как бы, я всегда хотел в МГУ, и у родителей были отложены средства, и мы, как бы, ну, договорились то, что я буду стараться учиться хорошо, чтобы перевестись на бюджет. Часто такая возможность есть? Действительно, проучившись первый курс как можно на лучшие оценки, вы можете переводиться. У меня были истории, как вот люди так делают. Тяжело было? Вот, да, про это обязательно стоит сказать, то, что у нас программа очень обширная, и мы, как бы, изучаем всё. И она ещё не до конца местами скорректирована, и получается так-то, что нагрузка была дико прям бешеная, и управиться с ней, там, особенно человеку не из матшколы, ну, а я не из матшколы, мне было прям сильно-сильно тяжело. И даже в моменте, перед сессией, я с мамой нашла через свою знакомую одного человека, смехмата, это студент Арсений, вот, и мы с ним пару раз позанимались, он мне, так сказать, мозги в нужное место вставил, дал пару советов, и, в общем, я благодаря, там, его, так сказать, советам, подсказкам, и, там, небольшому количеству занятий смог, там, вот, сдать первый матанализ, и сдал его даже на четвёрку. У меня был мой однокурсник, мы учились примерно равно, но у него оценки были получше, и когда появилось бюджетное место, после отчисления, там, пары людей, его перечислили, ну, перевели туда. То есть у нас приоритетная, то есть такая система, если у тебя оценки, как бы, хорошие, лучше, чем у другого претендента, то тебя, как бы, в первую очередь переводят. С работы были некоторые истории, и из работы я отлетел в академ, и получилось так, то, что не получилось, собственно, перевестись на бюджет. А когда уже я восстановился, я уже закрылся хорошо. Был долг по ТФКП, теория функций комплексно-переменной, я, там, сдал экзамен на отлично, закрыл всё хорошо и прекрасно, и, надеюсь, вот, там, проучившись следующий семестр, там, претендовать на, собственно, перевод на бюджет. Вот, нас просто нужно, чтобы было две сессии сданы на четвёрке-пятёрке, и чтобы ты, как бы, был приоритетный в списке. Скажи вот из предметов, какой тебе больше всего понравился? Наверное, больше всего мне понравилась теория вероятности и математическая статистика. Скорее, наверное, больше теории... точнее, наверное, скорее больше статистика. Ну, я вот как-то ей проникся, сидели там прям допоздна в университете, там, всё разбирали, и с преподавателем тоже допоздна сидели, у нас был молодой асперант, вот, и, как бы, была такая классная атмосфера, и, наверное, это вот больше всего запомнилось. Ну, и второе... на втором месте это ТФКП, очень красивый предмет. Теория функций комплексного переменного. Да, и у нас, как бы, прекрасный преподаватель это всё рассказывал, в очень понятной и живой форме. Назар, а расскажи поподробнее, вот, если у тебя есть друзья на Мехмате, в чём основное отличие твоего факультета от Мехмата? То есть, может быть, прям, знаешь, какие... на чём-то упор у вас другой, какие-то дополнительные предметы? У меня, да, два друга на Мехмате учатся, это мои одноклассники, ребята сообразительные. И основное, как бы, отличие, например, в матанализе. У нас он читается три семестра, на Мехмате четыре. И, соответственно, у нас он читается в полном объёме, и, вот, как бы, всю программу четырёх семестров нам уместили в три. Из-за этого, как бы, темп очень большой. Вот я хоть много готовился к поступлению, но всё равно для меня, там, вот, переход этот был очень болезненный, особенно, когда у тебя, как бы, по матану две лекции, и у нас изначально на нашем потоке поставили лектора по матанализу так себе. Он не готовил материалы, как сказать, самостоятельно, он просто был хорошим лектором, он всё из головы рассказывал. Не было никаких, там, конспектов, ничего не было, и всё это было вот так вот у доски, и не записать, не переписать, и, в итоге, прям, совсем тяжело было, когда, тем более, тебе в таком интенсивном формате это всё делают. И потом нам уже его заменили. Слушай, ну, я скажу, как бы, похоже, что современные студенты довольно избалованы. То есть, вот на Западе там стандарт, что препод выкладывает, вот, ну, PDF-а со своими лекциями, может быть, даже заранее, но вот когда мы учились, у нас всё было именно с доски, и то, что препод рассказал, то и, как бы, мы имели. То есть, именно вот эти рукописи мелом по доске. Ну, окей, хорошо. А кроме вот матана, то есть, вот именно что-то специфическое, касающееся компьютер... космических наук? Космические науки у нас начинаются только с третьего курса. А вначале всё похоже на мехмат? Вначале нам хотят сделать такую базу математическую и физическую в том числе, чтобы мы понимали, о чём идёт речь. То есть, у нас неразрывно идёт вот весь процесс обучения, связанный с физикой. То есть, мы на первом курсе там изучали механику, потом мы изучали там электродинамику и молекулярную физику. И, что удивительно, у нас это было параллельно. Это тоже такой экспериментальный формат. А программирование у вас когда началось и в каком объёме? Программирование у нас начинается тоже с первого, как бы, семестра. Всё идёт в равных пропорциях, разве что, наверное, математики чуть-чуть побольше. А программирование на каком языке или в каком виде? Программирование у нас было вот за три года моего обучения, оно было на нескольких языках. Мы вначале начинали с C, потом переключились на C++, были некоторые вставки питона. И уже дальше, когда началась математическая статистика, мы, как бы, всё прогали в питоне. Ты говоришь, что у тебя специализация будет после третьего курса, да? Да. Всего у вас специалитет шестилетний? Да. Какие у вас есть направления? И, может быть, какое ты собираешься выбрать? Продолжая линию с различиями с мехматом, вот у меня мои друзья уже, собственно, выбрали кафедры. И это всё происходит у них на втором курсе. А у нас нету такого чёткого разделения на кафедры. У нас формально есть семь кафедр, то есть можно открыть наш сайт и... Ну, а можешь назвать некоторые из них? Кафедра прикладной математики, кафедра, связанная с экономикой и управлением в космической отрасли. Кафедра дистанционного зондирования Земли. У нас нету вот этого, как бы, собственно, такого разделения формального. У нас с четвёртого курса начинается что? Есть огромный список курсов по выбору. Есть экономика, есть менеджмент, есть математические дисциплины, космические дисциплины. И ты сам выбираешь свою, как бы, индивидуальную стратегию обучения. Факультет тебе предлагает, там, 3-4 таких траектории обучения. И он говорит, это мы просто предложили. Хотите, учитесь по ним, хотите, не учитесь по ним. Можете сами набрать курсы. И вот за 4, 5, 6 нужно пройти 14 курсов. Слушай, интересно, это получается больше уже похоже на какой-то такой западный формат преподавания, когда вот вначале всё обязательные предметы идут, как бы база создаётся, а потом уже не разделение по кафедрам, где, как бы, предметы идут такими пакетами. А получается, у вас можно выбирать разные предметы самому. Да. Но какое направление тебе интересно? То есть, как ты видишь своё будущее? То есть, примерно, что ты хочешь изучать? Пока что я в процессе поиска и, собственно, уже был на практике. Ходил на практику в Институт медико-биологических проблем. Этот институт напрямую связан с космической отраслью, потому что в этом месте, как бы, космонавтов защищают от радиации. Мы с моей однокурсницей смотрели, как происходит в целом работа, как космонавтов спасают от радиации, посмотрели, как это устроено. И тоже интересная особенность, так как наш факультет очень маленький, всё в основном в индивидуальном порядке происходит, мы пришли к руководству, попросили практику туда, нас взяли вдвоём, и мы вдвоём её проходили. Нам вдвоём там рассказывали материал какой-то определённый, показывали, как работает, там сажали за пульт управления, говорили, тыкать сюда надо, нажимать сюда, и там, так сказать, ещё даже показывали, как обработать данные, которые, как бы, вот идут из космоса. То есть нас прям посадили за компьютер, сказали, вот флешку сюда вставляйте, нажимаете то-то, то-то, мы скачиваем с МКС данные, идём там на другой компьютер, смотрим, какие там параметры, начинаем их анализировать. То есть, ну, по факту, это тоже такая смесь, я не знаю, наверное, статистики с чем-то, потому что... Обработка сигналов. Да, то есть обработка сигналов, и там мы часть данных там от шумов чистим. По факту тебе напрямую передают знания, ни на кого не отвлекаются, и ты, собственно, никак ни на что не отвлекаешься, потому что ты в прямом, как бы, контакте с специалистами находишься, то есть ты вот в очень интенсивной работе. Наверное, стоит рассказать историю об академии, потому что, по факту, практика начинается только с конца третьего курса. Так как я ушёл в академический отпуск, и когда мои ребята уже перевелись в мой бывший курс, они все пошли на практику, то есть после третьего курса. Сейчас, то есть они на практике находятся. А я, по факту, сейчас только привожусь на третий курс. И, соответственно, я подумал, что время зря терять, там, с подружкой своей. Мы договорились и пошли на практику. Курс нынешний, на котором я нахожусь, он, как бы, на практику никто не просился. Только мы попросились. И просто зачем это мы сделали? А сделали за тем, чтобы более чётко понимать, как вообще устроена вся вот эта космическая история у нас. Ну, пораньше понять специфику. Да, потому что у нас практики происходят в разных местах. Можно пойти... Вот, например, сейчас мой прошлый курс. Поехали ребята в Кавказскую обсерваторию. Потом ребята, некоторые, пошли в Гагаринский ЦУП, в Центр управления полётами. Я немножко оговорился. У нас в Центре подготовки космонавтов Гагарина ребята проходят практику, и там некоторые даже работают. То есть не в ЦУПе. Центр управления полётами — это другое место, и там у нас в том числе экскурсии проводятся. То есть для нашего факультета организовывали. Мы там тоже были, нам показали, как люди, собственно, сидят за этими пультами, там прям как в кино. То есть вот эти огромные мониторы, все сидят, работают, там у них смены. У некоторых по 24 часа, то есть они не спят, сидят, всё это делают. Есть магистранты, кто пошёл в ИКИ, Институт космических исследований. Я там работал. Вот, у нас как-то... Лаборантом. У меня вопрос. Кажется, факультет очень новый, и сложно набрать преподавателей, ну вот сразу, чтобы был полный комплект. Вот можешь рассказать, а кто у вас ведёт занятия, кто преподаёт? Вы преподаватели с разных факультетов. Мехмат, это физфак, ВМК, и даже были преподаватели с биологического факультета. А ты вот мне сказал, что почти все занятия, лекции записывались и выкладывались на YouTube. Да, у нас на самом деле на факультете есть такая культура. Записываем лекции и семинары, которые у нас ведутся. А ты мне можешь потом дать ссылку, чтобы я в описании разместил, ну, кто хочет посмотреть, как выглядят ли занятия? Да, у нас это всё лежит в открытом доступе на YouTube-канале нашего как бы факультета. И это всё благодаря, собственно, факультету. То есть факультет нам выделил камеры, выделил оборудование, и мы это всё записываем. Ну, а ты не жалеешь, что выбрал именно космические исследования, скажем, не ВМК, не Мехмат? Абсолютно не жалею и могу просто подытожить весь наш разговор. Первое, с нами здесь индивидуально работают. Нас мало, и нам помогают вникнуть в материал. У нас, например, на первом курсе, да и сейчас по сей день, есть среда, и это является консультационным днём. Если у нас есть какие-то вопросы по материалу, и не только по материалу, какие угодно, мы можем попросить консультацию, нам преподаватели помогут. Помогут разобраться, ответят на вопросы. Я сам этой опцией пользовался, то есть там у нас была аналитическая геометрия, я к преподавателю ходил, то есть там даже один иногда ходил. И просто говорю, я не понимаю, вот как там линейная комбинация работает. Ну, он мне там сказал так, 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 смотри, я всё понял, ушёл к себе домой. Слушай, здорово, когда мы учились, у нас такого не было. То есть вот у меня, как у преподавателя, ну там в Британии, там это как обязаловка, это называется office hours, ну и такое же распространено там в универах США. И, ну, здорово, что это вот тоже здесь появляется, и что есть время, когда студенты могут прийти к преподавателю и задать конкретные вопросы по его предмету. Да, и это как бы, ну, естественно, всё по договорённости, никто там не сидит. Ну, заранее можно списаться, просто сказать, вот я приду в это время. Да, и это как бы распространяется не только на первый курс, просто на первом курсе это активно пропагандируется. То есть если, ребят, нужна помощь, обращайтесь. А дальше уже кто куда разбредается, кто там в работу уходит, кто там просто ленится и там постепенно сам учится, и никто там по консультациям не бегает. Но в любом случае, если там понадобится помощь, ты всегда её можешь получить. Это первая отличительная черта. Почему на ФКИ мне комфортно учиться, и я абсолютно не жалею. Второе – это то, что у нас индивидуальная стратегия обучения. То есть да, она в любом случае неразрывно связана с космической историей. То есть это в любом случае либо… Вот то, что мы обсуждали про предметы по выбору на старших курсах. Да, то есть это в любом случае связано с космосом, либо там связано с экономикой и космической отраслью, либо там с какими-то уже исследованиями конкретными. Но в любом случае каждый может найти себе по душе курс и выстроить как бы свою индивидуальную стратегию обучения. И даже если вдруг курс, который очень хочется пройти, его нету в списке, можно написать заявление, постараются этот курс добавить. В смысле создать с нуля, а не то, что направить в другой университет, где он читается? Нет, в другой университет. Ну, то есть мне, например, понравился, может быть, какой-то курс, там, не знаю, на мехмате, либо ещё где-то, и я там прошу своё руководство, что я вот хочу в это вписаться. И у нас прям это конкретно прописано. Хотите, напишите, мы попробуем договориться. Вот, и, соответственно, тебе не нужно определяться с тем, что после второго курса делать. Вот, например, все ребята, которых я знаю, ну, только вот, может, один человек с мехмата чётко знал, что он хотел идти в прогу, в программирование, и он пошёл на кафедру вроде бы какая-то вычислительная математика, что-то такое на мехмате есть, да. А остальные, первые учиться тяжело на втором курсе на мехмате, то есть такой там рубеж сложный, и ребята некоторые не успевают выбрать кафедру, некоторые там до конца не знают, как её выбрать, и вот все в таком относительно дискомфортном состоянии находятся, а у нас такого нет. Мы просто спокойно учимся, и постепенно сами вот свой такой путь настраиваем. И даже если вдруг вам математика и физика дико там надоели, вы можете там в менеджмент пойти, в экономику, ещё куда-то. Например, у нас был, я прям точно помню, я на него записывался, курс по выбору, это по блокчейну. То есть он читался на английском языке. Здесь, в отличие тоже от мехмат и от больших таких факультетов, здесь тебя все знают. Если ты замотивирован учиться, тебе всегда помогут, тебя никто не хочет отчислять, то есть нет никакой мотивации всех отчислить, оставят только там трёх сильных студентов. Нет, тебе наоборот помогут хорошо выучиться, всё объяснят, и всячески, то есть будут такой некой опорой твоей во время вот этого длительного обучения в 6 лет, потому что у нас специалитет. Можно всегда сказать, что, блин, я вот проболел, что мне делать? И вот так же со мной было, когда я, собственно, ну вот история про академию чуть-чуть развернутая. Я когда учился на втором курсе, по опыту уже оказалось то, что второй курс на нашем факультете является самым таким сложным. И это как бы не моё личное ощущение, а по статистике так. У нас со второго курса люди либо уходят в академ, либо их отчисляют, либо много хвостов по как бы пересдачам. Так получилось то, что я, когда закончил школу, пошёл работать в онлайн-школу. У меня была мотивация, я хотел сразу же работать. Просто деньги были нужны, как бы что-то самостоятельно? Да, просто хотел самостоятельности. То есть никакой нужды там семейной у меня в финансах не было, просто хотел самостоятельности. Там в 20 различных школ написал, везде были отказы, в одной мне одобрили всё. И я постепенно начал как бы развиваться. То есть там можно поговорить про сумму, наверное, чтобы тоже люди понимали. Какие зарплаты примерно? Да, то есть вот начиналось всё с 8 тысяч рублей в месяц. То есть всё стартовало с 8 тысяч, и постепенно как бы я хорошо работал, нарабатывал, так сказать, свой авторитет, и там мне давали больше обязанностей. В начале была одна группа из 30 человек, потом дали 2, 60 человек, потом 3, 4. То есть и в итоге там максимум было 150 человек, когда ты сразу всем отвечаешь, помогаешь. То есть по факту вот я там первый год активно всё ещё был в школе, помогал ребятам сдавать экзамены. Стартовая была зарплата 8 тысяч рублей, потом постепенно, то есть это было там 30 тысяч, 40 тысяч, 50, 60, 70, и в какой-то момент это уже было близко к 130 тысячам. А работать сколько надо было в неделю? И вот я этот момент как бы упустил, потому что у нас началась из-за ковида дистанционка. На дистанционке как бы легко ускользнуть от занятий, да, и сами преподаватели у нас это все прекрасно видели и чувствовали, и об этом нам говорили. И в итоге учёба ушла на второй план, и я не заметил, как работа стала вытеснять моё время на обучение. То есть мне было интересно работать, плюс за это как бы платили хорошую денежку. Ну, то есть, конечно, это не 200 тысяч, не 300, но... Ну, нормально. То есть как бы даже там, если идти в Тиньков какой-нибудь, там первые так же год-два тебя будут тоже платить в районе 50-60 тысяч рублей. То есть там никто сразу 100-200 не платит. И учёба ушла просто на второй план, и я с утра до вечера работал. И я не заметил, как это произошло. А так как по опыту уже выяснилось, что этот курс является самым сложным, там как бы не получится просто так сесть и за неделю до экзамена выучить весь материал. Да, можно, я мог это всё сделать и не пойти в экзем, но просто там получается огромная дыра в знаниях, которая меня не устраивала. И, собственно, так как у нас очень доброе, очень доброе и хорошее руководство, я просто напрямую пришёл, рассказал свою ситуацию, что вот я там и ковидом заболел, и с работой были там трудности, то есть и финансовые в какой-то момент тоже были трудности. И тебе дали академ? И мне не дали, я просто говорю, вот я плохо понимаю материал, и мне как-то некомфортно, стыдно, и я не хочу. И мне сказали, да, Назар, лучше идите чуть-чуть посиди, отдохни и доучи материалы, приходи с новыми силами. Я ушёл в академ, вернулся, закрыл там всё на отлично. И по факту как бы у нас все ребята, как я сейчас уже стал замечать, начинают с конца третьего курса работы. Денис ушёл в Тиньков. Но там уже у нас обучение, оно не такое сложное. То есть там тоже непросто, но просто меньше пар, больше свободных дней, и, соответственно, шанс отлететь в академию до того, что ты работаешь, меньше. На нашем факультете лучше работать всё-таки чуть-чуть попозже, если нет особой нужды, там, финансовой какой-то. Хороший совет. Важный такой вопрос. Вот я когда учился, конечно, ну, чтобы закончить без четвёрок, у меня была сплошная учёба, никакой особо студенческой жизни. Можешь ли ты рассказать, вот какого рода активности и такая вот социальная студенческая жизнь есть у вас? Первое, что хочется сказать, как бы наш факультет сам по себе организовывает различные мероприятия. То есть если это, там, ты первокурсник только поступил, то это организовывается по свято. Но он в целом везде проходит. Да, по священию. Да, ну просто здесь как бы маленький факультет, мы там ездим на базу отдыха в МГУ, всякие квесты придумываем, на это тоже выделяется денежка, то есть чтобы, там, еду закупить и, в общем, всё это подготовить. И это как бы, ну, у нас есть тоже. Также есть различные, там, всякие праздники по типу Новый год вместе отметить. То есть мы заранее, там, до Нового года встречаемся, в Тайного Санту играем иногда, то есть обмен подарками делаем. Но это инициатива самих студентов? Ну, это совместно как бы и инициатива студентов, и инициатива руководства. То есть это поддерживается как-то? Да, ну потому что условно выдаются там средства, чтобы, не знаю, закупить пиццу, что-нибудь ещё покушать. То есть тоже вот это всё происходит. И как бы с нами также сидят преподаватели. Космофест у нас был. Я на нём не участвовал, мне не так это интересно, но это, короче, музыкальный космический фестиваль. Туда звали, ну, у нас ребята талантливые многие, кто-то там поёт, кто-то на баяне вроде играет. И устраивался такой фестиваль, там всё фоткали красивые, есть фотоотчёты, они все находятся у нас в группах факультета. То есть если вы будете поступать, вы увидите всякие эти активности. И, собственно, такие мероприятия, там, гитарные вечера, где у нас приходят преподаватели, там, и на гитаре играют, и просто с нами сидят, время проводят. Всё-таки свободное время есть, и можно заниматься, там, какими-то своими хобби, спортом, чем ещё угодно. То есть есть время, когда можно его выделить для себя вне учёбы. Смотри, раз уж ты начал говорить про студенческую жизнь, такой вопрос. А какое у вас процентное соотношение парней и девчонок на факультете? 50 на 50. Да ладно! Ничего себе! То есть у нас очень много девочек, все классные, умные, и, в общем, очень круто всё происходит. И, конечно, многих волнует вопрос, а куда идут работать после выпуска студенты? Можешь ли ты что-то рассказать? Ну да, у нас ребята идут работать в Центр подготовки космонавтов, потом идут работать, собственно, в ИМВП, где я проходил практику, Институт медико-биологических проблем. Идут работать в РКК «Энергия», вот. Ну, это одна из главных корпораций, которая занимается вот всей вот этой космической промышленностью нашей. Идут работать в IT-компании, как я уже называл, там, Тинькофф, аналоги. Коммерческие чисто. Да, коммерческие. Идут работать в ИКИ, РАН, суд космических исследований. А можешь ли ты дать какой-то дельный совет первокурсникам, которые только начинают вот учёбу? Ну да, вот по опыту своему хочется дать вот такой совет, то, что если нет какой-то острой необходимости в финансах, то лучше сфокусируйтесь на учёбе, потому что учёба интенсивная, учёба очень разноплановая. И, соответственно, если вы хотите как бы стать классным специалистом и, ну, реально разбираться в предметах на фундаментальном уровне, то лучше, чтобы вот все эти знания у вас были непрерывными и не было вот таких вот каких-то перегибов в сторону, например, работы, либо взятия там академов. Лучше вот там первые два курса, там, может быть, даже три, интенсивно поучиться прям, заложить в себе вот этот вот математический фундамент и только уже потом, как бы, когда костяк такой собран основной, идти там либо в коммерцию, либо уже свои какие-то проекты делать. То есть это, наверное, я считаю, вот на личном опыте проверено, то что дыры закрывать потом тяжело. Отстаёшь от своего курса и приходится менять обстановку, приходить там на другой курс, если вдруг ты взял академ, и это сопряжено с большим количеством стресса. Лучше с самого начала фундаментально всё изучать и не отвлекаться. То есть это был главный такой совет, который я сделал. Спасибо за интервью, было очень приятно пообщаться. Добавляйте, если у вас какой-то есть личный опыт обучения на этом факультете, наверняка моим зрителям будет очень полезно и интересно.